И был один случай, когда, ну, это было как раз-таки, вот мне было 14 лет, когда он стал первым секретарем. Я помню, что я была в девятом классе. Я помню один случай, как-то я вышла, нас отпустили раньше звонка. Я стою в этом, а машина должна была приехать в определенное время, когда уроки заканчиваются. Просто нас раньше отпустили, я вышла где-то минут на 15 раньше. И стояла за этой оранжереей в этом переулке. И вижу, там стоит одна женщина, ко мне подходит одна женщина. Так со мной стала мило разговаривать. Да. Севочка? Я говорю, да. А ты знаешь, вот я такая-то, а вот я очень хорошо знакома с твоим дядей, и моя там какая-то родственница с ним вместе работала. И стала перечислять моих родственников. Я поняла, в чем дело. Ну, я тоже так стала с ней подыгрывать. Я говорю, правда, как интересно. А я говорю, да, я слышала имя вот вашей родственницы от дяди. Действительно, она работала, да. Ой, Севочка, ты знаешь, что я так хочу тебя взять к нам в гости. Я говорю, правда, спасибо большое. Только я говорю, вы знаете, что вы подождите, потому что за мной должна приехать скоро машина, я предупрежу, чтобы она не ехала за мной. Потому что я же поеду с вами, вы же приглашаете меня к себе домой, я поеду с вами. Я сейчас быстренько зайду в школу, предупрежу, чтобы водитель не приезжал за мной. Я обратила внимание, что у главных ворот этой школы стояли несколько учителей нашей школы. И женщины, и мужчины. То есть они между собой разговаривали. Я тогда удивилась, они ведь все взрослые люди, и они в курсе того, что может быть с нами. Хотя бы пришли бы, вмешались бы там. Понимаете, я осталась одна, один на один с этой женщиной. Но я быстро как бы как-то сообразила, думаю, сейчас я ее обнадежу. И быстренько за это время мне помимо того, что надо обезопасить брата, я-то за себя была спокойна, мне нужно ее и поймать. И мне как-то, честно говоря, я когда вижу, они стоят, туда смотрят и между собой переговаривают. Мне, честно говоря, они были очень неприятны в этот момент. И представляете, каково было мне, пока я с этой, вот это его место, это было за двором школы, не во дворе школы. Дошла до школы, я понимала, что мне за это время нужно, потому что звонок скоро будет. И я знала, что Ильхам выйдет, когда звонок, он выходит. Мы выходили, и нас ждала машина, мы вместе выходили. Я должна была очень быстро, это задача номер один, сделать так, чтобы он не выходил на улицу. Я попросила вахтершу. Я сказала, вот когда выйдет мой брат, ну они-то знали Ильха, вы, пожалуйста, не выпускайте его на улицу, пусть он меня здесь ждет. Потом, хорошо, я могла бы, думаю, ладно, безопасности мы здесь переждем, потом, как говорится, она уйдет куда-то. Но я в это время еще что сделала, я поднялась быстро в кабинет директора, потому что у нас была возможность, так как с учетом нашего положения, нам разрешалось от секретаршей директора звонить. И директор школы была очень старая, знакомая нашей семье, она еще дружила с Тамерланом Азизовичем, с мамой, это такая старая, ну, как вам сказать, ну, друг семьи, Лизи Ивановна Шильникова. Да, я позвонила, я теперь думаю, что я позвоню маме, мамой, я не знаю, что с ней будет, что она живет, она находится сейчас в Геанжлике, что она может сделать. Я звоню в гараж, у нас был шофер Анатолий Кушнирук. Я говорю, Толик, приезжайте сюда быстро, и у нас был тогда вот, с папиной охраной работал Акпер Самедович Вилиев. Я говорю, приезжайте вместе сюда с ним, там стоит какая-то подозрительная женщина, я с Ильей не выйду, пока вы за нами не зайдете. Приезжайте, и мы будем ждать внутри, только приезжайте быстро, потому что пока она никуда оттуда не двинулась, потому что я ее обнадежила, что я с ней уеду. Для меня самое страшное было, что не дай бог, если Ильям выйдет. Если Ильям выйдет, ну это ладно, она в актерше, там столько детей, там в раздевалку идут за пальто, она может углядеть в конце концов, это ей-то, ну что она, обыкновенная женщина. Я быстро пошла вниз, даже, я кажется, пошла ему в класс. В общем, я помню, что я его взяла за руку, и уже я его не отпускала, и мы сидели внутри у этой вахтерши и ждали, пока за нами не зайдет вот этот Анатолий внутри. Через какое-то время заходит Анатолий, но он тоже нервничает, понимаете, это непростая ситуация. Да, мы выходим, мы выходим, идем, значит, в сторону той стороны, где мы с ней встретились, где наша ждет машина. Мы пошли, сели в машину, а она в это время, значит, когда увидела, что приехала машина, она быстро спряталась в подъезд. Она быстро спряталась в подъезд, мы теперь сидим сзади с Ильямом в машине, ну и Анатолий за рулем, я чувствую, что он такой очень нервный, естественно, да. Потом, через какое-то время, через несколько минут, Акпер Самедович ведет ее, эту женщину, она одела уже косынку, но это как примитивно, понимаете, это уже супер примитивно, что как будто она одела косынку, ее никто не узнает, как бы она поменяла свой имидж, поменяла свой лук. Он ее ведет, она говорит, отпустите меня, отпустите, я ни в чем не виновата, я ничего не виновата. Он говорит, успокойтесь, 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 сейчас мы все выясним. И он ее посадил рядом с Анатолием на переднее сидение, сам сидел за ней, ее так, ну, вот она мало ли в дороге, там, Анатолию там это ударит, там, или еще что-то, аварию какую-то сделает, она о себе должна думать, понимаете. Анатолий был всю дорогу очень напряженный, а он ее так вот аккуратно, так ее так за плечи-то все, а я, главное, всю дорогу говорю, вы не беспокойтесь, вы знаете, все будет хорошо, ну, зачем вы беспокоитесь, сейчас все нормально будет, все мы разберемся, и потом еще и к вам приедем, в общем, я так это сам. Потом приехали до комендатуры КГБ, и так Персомедович, в общем, ее попросил, она оттуда вышла, она вырвалась, что она ни в какую туда не пойдет, но он очень деликатно, с ней культурно, так, в общем, пойдемте, пойдемте, зашел с ней в комендатуру КГБ, в общем, через какое-то время вернулся, конечно, они были очень нервные, и, конечно, и Анатолий, и он, понимаете, ну, и двое детей, двое детей в машине. Да, приехали домой, приехали домой, ну, естественно, я когда эту историю рассказала, ну, представляете, какая у мамы была реакция, и мамы, и потом папы, ну, это реальный случай. А кто она оказалась? Она оказалась женой одного работника прокуратуры, которого сняли с работы, ну, сняли с работы за очень большое жульничество, которое был такой просто совсем жулик, ну, может быть, ну, насколько так я вычисляю, но, может быть, она хотела меня там выкрасть, потом держать, как бы, как вам, ну, как это делается, потому что освободите моего мужа, мы отдадим вам вашу... Я так и считаю. Ну, логически это должно быть так, в лучшем случае.